О людях и песнях, которые строить и жить помогают. В программе «Барды онлайн» на телеканале «Вот» с Еленой Гудковой. Добрый день, уважаемые телезрители! Точнее, добрый полдень на часах 12 часов. И в эфире ваше общественное телевидение программа «Барды онлайн». Программа о песнях, которые строить и жить помогают, и о людях, которые эти песни сочиняют. Это о поэтах, композиторах, исполнителях. Я Елена Гудкова, автор и ведущая этой программы. И по воскресеньям я приглашаю в эту замечательную студию гостей. Тех людей, чье творчество мне очень нравится. И сегодня, конечно, у меня тоже гость, гость замечательный. Так, представлять буду долго. Значит, автор, бард, художник, академик, петербуржец, поэт Александр Георгиевич Тимофеев. Здравствуйте, Александр Георгиевич. Здравствуйте. Очень приятно. Александр Георгиевич, вот я перечислила ваши профессии, ну, так сказать, регалии. Я знаю, что это еще не все. Вот скажите, а кем вы себя в большей степени ощущаете? Конечно, художник. Художник. Да, да. Вообще, у меня было очень много профессий в жизни. Вот. Я окончил арктическое училище, был на севере, на полярной станции. Вот. Потом работал гравером. Вот. Но всегда хотел рисовать. И вот, в конце концов, значит, где-то я в 30 с гаком лет закончил институт Репина, Академию художества. Вот. Стал живописцем. Потом вступил в союз художников. Значит, вы художник. Хорошо. Об этом мы обязательно поговорим, потому что у меня к вам огромное количество вопросов. А сейчас я предлагаю начать программу с песни. Вот с чего вы хотите обратиться к зрителям? Обратиться к зрителям. Хорошо бы, да. Меньше говорить и больше петь, да? Будем обязательно, да. Да. Субтитры подогнал «Симон» Жизнь как поезд не ждет, тонко ветер поет. Мне свои невеселые песни. Осень листья несет, день пройдет и вот-вот, клин гусей поплывет в поднебесник. За собою маня, будто нет у меня ни любви, ни семьи, ни причала. Вянет лето в стерне и не верится мне, будто все повторится сначала. Мимо крестов, мимо мостов, мимо печальных вдов, мимо невест, мимо подруг, гуси летят на юг. Мимо озер, мимо дубрах, горьких полынных трав, мимо измен, мимо разлук, гуси летят на юг. Только время придет и весна соберет всю природу в торжественном форе И очистится вновь от ледовых оков Ельмень, Ладога, Белое море. Что-то вздрогнет и пусть гуси вспомнят про Русь, повинуясь из вечной присяги. Взрезав воздух тугой, поплывут синевой древним клином из греков варяги. Замечательно, спасибо огромное. Александр Георгиевич, я хочу поговорить с вами о вашем богатстве. Вы, несомненно, богатый человек. В этом году вам исполнится 75 лет. Будет. Будет, да, исполнится, да. А для мужчин, как пел Кикабидзе, «Мои года, мое богатство», то есть вы действительно богатый человек. Вот я о чем хочу сказать. Вот ваша жизнь, да, ваше детство, в принципе, началось с такого большого потрясения. Это война. Блокада. Блокада, да. Вот скажите, спустя многие уже мирные годы, вот ваши воспоминания, что память сохранило вот о том времени блокадном? О блокаде, да? Ну, в общем-то, я был, конечно, мне было 4,5 года, когда война началась, вот, поэтому я помню больше, так сказать, конец войны, ну, вот конец блокады уже, да? Вот я помню, мы же жили как бы в пригороде, это была деревня Жерновка, ее сейчас нет, это между Большой Огтой и Пороховыми. У трамвальной линии буквально стояла деревушка, вот, мы жили в собственном деревянном доме, который построил отец. И я помню, помню, нам повезло в том, что вот в городе, в каменных домах, там не было отопления, не было, а у нас все-таки был сарай с дровами, поэтому мы жили в тепле, вот, здесь вот, да, ну, еды не было, это, да, вот, запомнились окна крест-накрест бумажными полосками заклеены, вот. Вот, запомнилась круглая печка, запомнились вот такие широченные-широченные плахи на полах, вот, наверное, полуметровые такие вот плахи, сейчас таких и полов не делают. Вот, запомнился, вот я каждый сучок на этом полу помню, запомнился мне стол, под который я лазил, и где у меня были там мои какие-то очень хилые игрушки, там, совсем, совсем почти что самостоятельно сделали. Да, да, самостоятельно, вот, я думаю, что, скорее всего, да. Вот, запомнилась Кананада, там же мы около Ржевки, в принципе-то, жили, вот, там. Отец работал, он был мастер по ремонту автодвигателей, и, пожалуй, вот, это была первая, то есть был первый гараж, вот, ближе всего стоящий к пути, вот, по которому возили хлеб. Вот, вот, поэтому он ремонтировал вот эти вот машины, которые доставляли хлеб, да, вот. И вот эта Кананада, когда отец, мы же не знали, это прорыв блокады идет, все же было в тайне, да, вот, или это немцы начинают, и отец сказал, или мы выживем, или, значит, мы победим, вот, вот эти я слова помню. Или, то есть, или погибнем, или победим, да. Ну, мы победили. Да, мы победили. Вот, я знаю о блокаде по документальным фильмам, по художественным фильмам, был замечательный фильм такой «Зеленые цепочки», там песня о ленинградских мальчишках, которые вот помогали, там они ловят, по-моему, диверсанта вот немецкого, там, и фугасные вот эти бомбы, значит, фугас, да, на крышах они там засыпают песком и так далее. Вот, замечательная песня была о ленинградских мальчишках в далеком тревожном военном году под гром батарей. Скажите, а у вас, вы, кстати, кем себя ощущаете, ленинградцем больше или петербуржцем? Ленинградцем. Ленинградцем. Ленинградская, да. Вот, правда, вот это, может быть, единственный вариант, когда я все-таки мотив взял у другого человека, это у Городницкого Александра. Вот я ему спел эту песню, он был очень рад, и Иван, так сказать, не возражает, что я на его мотив пою песню. Хотите? Песня называется «Песня о русском мате». Не люблю бытового мата С матерщинкой обычный трюк Часто может забыть оратор Свадьба, похороны или потоп Нет ни мату на автомате Ни похабщине злачных мест Всероссийскому злому мату Поминай, поставим крест Всероссийскому злому мату Поминай, поставим крест Вот родители нам достались Как земля-то носила их Чтоб чужие сильней боялись Беспощады лупить свои Их каналы, лесоповалы Пересылки до лагеря Ты помилуй нас, Боже правый Матерился народ не зря Ты помилуй нас, Боже правый Матерился народ не зря Как добро отбирали силы Как сгоняли с обжитых мест Как собаками нас травили Как насиловали невест Загоняли в сырые трюмы Отправляя в последний путь Ты подумай-ка, ты подумай Как тут маму не помянуть Ты подумай-ка, ты подумай Как тут маму не помянуть Не мечтай о простой эпохе Посмотри-ка на мир по крест В каждом городе по голгофе И венец, и копье, и крест То нашествие, то блокада Революция, кладомор Удивляться всевышним надо Как их живет до сих пор Удивляться всевышним надо Как их живет до сих пор Так помянем же всех распятых Как ушедших, так и живых Кто в бараках сидел в тридцатых И в окопах сороковых Тот, кто мерз на ночном причале Тот, кто с драги врубался в лед Утоймите свои печали Оправдание Господь найдет Утоймите свои печали Оправдание Господь найдет Вот так Да, я понимаю Все-таки там блокады упоминают Да Нет, ну песня, кстати, очень хорошая Но я думаю, что русский народ Не перестанет ругаться Потому что с нашей жизнью Вот, но мы об этом не будем Давайте вот о чем поговорим В 60-е годы вы увлеклись бордовской песней Вот как это произошло? Кто втянул вас в это дело? Дело в том, что Я после Арктики Попал в такую компанию Вот очень веселую Называется Парнас Вот Там были в основном художники, альпинисты Вот такого вот порядка Вот Ну, значит, в этой компании Был Валентин Иванович Вихарев Так Вот Ну, собственно, и сейчас Каким-то боком Мы присутствуем в этой Компании, значит Ну, только, правда, ряды поведели Вот А у Вихарева На каждый его день рождения Собирался народ Вот И там я познакомился В принципе-то Со всеми ведущими бардами России Вот Потому что На день рождения Приезжало очень много народа Действительно Ну, вот Кстати, это мне Помогло Впоследствии Когда я уже стал художником Создать целый Цикл Портретов бардов Вот Знаю, я знаю Об этом тоже Спрошу вас обязательно Ну И Как-то Все вокруг поют И как-то вот И вы тоже запели Я запел Ну, а потом Значит Сделал несколько песен И В 63-м году Вот Тогда еще Клуба Восток не было Был Кафе Было кафе Восток Значит И там У нас с Вихаревым Концерт на двоих был Вот Правда В 63-м году В 63-м году уже Правда У Вихарева уже было много песен А у меня там 2-3 всего Ну, вот Ну, во всем случае Вот так Александр Георгиевич Почему баян? Вот все же с гитарой барда Да А вы с баяном Знаете Родители как-то заметили Что у меня есть слух Вот Ну, и Почему-то Значит А вот, может быть В чем дело Когда стали возвращаться С войны Наши Солдаты И офицеры Да Вот Прямо перед Нашим домом Был другой дом С крылечком Там То-се И Такой солдатик В такой Запыленной Гимнастерке Он вынес баян И сел на это крылечко И стал играть И мне Меня это так поразило И он пел Вот какие-то песни Совершенно неизвестные Военные Вот Когда мне Отец Сказал Что тебе надо В общем-то На чем-то играть Наверное Я попросил баян Вот На самом деле Это здорово Это настолько неожиданно И здорово очень Вот О чем хотела спросить Я знаю Что за последние 5 лет Вы написали очень много песен Да Штук 30 Не за 5 А за 2,5 За 2,5 Вы знаете Когда молодые люди Пишут песни Мне понятно Там они страсти раздирают Значит Все это Эмоции Любовь и так далее Вот Мне интересно Что Сейчас Стимулы для творчества Что дает вам Это вдохновение Знаете О чем вы пишете Дело в том Что Когда я поступил В Академию художеств Я поступил туда Без всякого образования Художественного Вот Ну там Мой диплом Наверное Арктического училища Приняли за диплом Напугал Да Профессиональный Да Ну вот И мне там пришлось Очень туго Потому что Люди пришли С художественной школы И художественным училищем Уже То есть готовые художники И мне пришлось там Очень тяжело Ну вот Ну В общем К шестому К шестому году Я все-таки У меня там Очень много Рисунков В фонде Вот И на выставке Возили мою живопись И по центральному телевидению Показывали даже Это самое Мою дипломную работу Резчик по дереву Вот То что я все это преодолел Но пришлось бросить Конечно Авторскую песню Да Вот Пришлось бросить Да Вот А потом вот так получилось Что Катя стала Дочь моя Матюшкина Екатерина Екатерина Матюшкина Стала писать книжки И самооформлять А в качестве поэта Ну там Я как бы Небольшим Небольшим таким Соавтором Соавтором Присутствую Вот Она попросила писать Вот Меня Вот А потом я съездил Еще с Вихарем На Соловецкие острова На фестиваль Фестиваль Вот И там тоже Все поют Опять у меня потянуло У вас второе дыхание Такое же Да А потом Знаете Когда вот такой Большой перерыв Да То хочется написать Обо всем Что бы написал В молодости То есть О любви И о том И о всем Вот так получилось А может быть Вы споете что-нибудь Вот из как раз Последних Вот таких Песен Приснился мне сон Сон великой любви Она прилетела Почти Бестелесно Воздев надо мной Трелья руки Свои Прекрасно Как женщина Сказка И песня Наверно То было Начало конца Все было так ясно И смутно И близко Не помню надежды И даже лица Лишь чувство смятения Восторг И весны И ветром В виденье Приезжало ко мне Как шквалом в стене Самолеты Бумажные И мы Хочутились В волшебной Стране И долго Летели Куда Не важно Я понял До север Я не был Любим И в жизни Теперь Мне не будет Покоя Еще бы Чуть-чуть Не оставил Семь Мир Так и не узнав Что бывало Такое Проснулся Сама За дверью Скули Я ревнулся В май Я узнаю Успею Там листья Как я Рвутся К чистой любви И ветви Меня Обнимают За швей Там листья Как я Рвутся К чистой любви И ветви Меня Обнимают За швей Я бью по карманам Ищу телефон И сам Понимаю Как все это Глупо Хочу позвонить В исчезающий сон А мне говорят Абонент Недоступен Хочу позвонить В исчезающий сон А мне говорят Абонент Недоступен Спасибо большое Александр Георгиевич Вот Мы упомянули уже Что вы писали Портреты Бардов И автор галереи Бардовских портретов Мне кажется Наверное проект Такой единственный Вот я не знаю Я тоже не слышал Я думаю что вы единственный Автор такой галереи Вот скажите Там более 60 портретов Да? Вот в книжке есть Есть Да А скажите пожалуйста Вот как вы выбирали Кого Вот вы Я сейчас зрителям Покажу Вот Юрий Кукин Да Вот здесь Юрий Кукин Юрий Кукин Вот здесь Да Скажите Вот как вы выбирали Кого вы будете Кто будет Кого будете писать Это ваши личные представители Может быть к вам подходили И говорили Надо написать В принципе Это как бы Мои близкие друзья Александр Генкин Вот известный Да Замечательный Автор Там есть Вихрь В Городницкого Несколько раз писал Два портрета Здесь Городницкого Вот это Валера Бокова Валерий Боков Да Вот сейчас покажу 20 числа В Казань Я еду у него День рождения К Валерию К Валерию Бокову Да Ну а не было Вот так вот Что кто-то Вот Альфред Тальковский Был он у нас Альфред Михайлович Здесь Тоже Было ли такое Что вот кто-то Просился И говорил Напишите мне тоже Вот портрет В эту галерею Вы знаете Было такое Дело в том Что я пишу Людей Которых я люблю И которых Я считаю Что у них песни Прекрасные И люди прекрасные Если не любишь Человека Очень тяжело Писать портрет Вот Тем более Что вот у Кати Была крестная мама Наталья Ивановна Моисеева Подруга Натальи Петровны Бехтеревой Она сказала Мне Что по моим портретам Можно Можно Ставить диагнозы Так Так Интересно Смотрю на Альфреда Тальковского Пытаюсь поставить И будет диагноз С сигаретой Все правильно Все это Да Так Интересно Нет Это безумно интересно Скажите Автопортрет есть В этой галерее Ваши Здесь Два портрета Ваши Два Один Был написан Когда у меня было 30 с чем-то 6 или 40 А второй Вот В 2000 По-моему Году Когда я уже С седой бородой Ясно А скажите Вот Ваши любимые портреты Вернее Ваши любимые Барды Портреты Барды Портреты Барды Портреты Да Это Городницкий Вихарев Генкин Про Генкина Про портрет Генкина Городницкий сказал Что В его глазах Отражается Тысячелетняя тоска Еврейского народа Хорошо Я обязательно посмотрю Вы же мне подарите Эту книгу Я обязательно посмотрю А будете еще продолжать Писать Вот эту Валерию Вот я думаю Что нужно делать Уже отдельную книгу Здесь В этой книжке Мои воспоминания И песни И детские стихи Нужно просто делать Отдельную книгу Портреты Бардов Потому что у меня Уже несколько портретов Есть Которые Которые не вошли сюда Которые не вошли сюда Конечно Надо отдельно Обязательно Александр Георгиевич Еще с вас песня Пожалуйста Я хочу сейчас спеть Поскольку я художник Хочу спеть песню Посвященную Старым Знаменитым Гениальным Художникам И новым Которых Никто пока не знает Но может быть Тоже будут В конце концов Знаменитые Работы для души Смирись Не жди успеха Не думай Что тебя Лавровый ждет Венец Раскрыться не спеши Болвану на потеху Все сказки И обман Пойми же Наконец Раскрыться не спеши Болвану на потеху Все сказки И обман Пойми же Наконец Что скажете Рембрандт Ван Рейн И все такое Теперь-то знаем мы Вы гений всех времен А что же ваш талант Ни счастья Ни покоя Ни дома Ни семьи Забыт И разорен А что же ваш талант Ни счастья Ни покоя Ни дома Ни семьи Забыт И разорен Все сказки И обман Ван Гог Судите сами А я И зуха кровь Козелный Желтый дом Глумливая толпа Подом вашими Холстами Да бледная любовь За красным Понарем Глумливая толпа Подом вашими Холстами Да бледная любовь За красным Понарем Все сказки Я обман И спит Судьбу Зад до солнца На смерти На одаре Нам скажет Левитан За шторки Желтый окно Окно Но там же солнце Неправда Солнце Нет Все сказки Я обман За шторки Желтый окно Окно Но там же Солнце Неправда Солнце Нет Все сказки Я обман И будете вы жить Дробинкой На излете Надежду И любовь Все заметет Курга И только лишь Тогда Тогда лишь Вы поймете Все сказки Я обман И больше Нифига И только Лишь Тогда Тогда лишь Вы поймете Все сказки И обман И больше И сбега В эфире Программа Барда Онлайн У меня в гостях Александр Георгиевич Тимофеев Телефон Студии 329 1949 Если вы Хотите нам что-то сказать Задать свои вопросы Звоните Мы ждем Ваших звонков Александр Георгиевич Немножечко Вот Вы уже рассказали Для меня тоже удивительно Что вы с нуля Поступили в академию Сразу То есть в институт Репина Да Вот О художественных Вот О вас Как художники И знаете Какой момент Хочу спросить Вы же Естественно Застали советские времена И в тот период Творили Вот Я вспоминаю Невольно Фильм Приходите завтра Где Папанов Играет скульптура Помните И вот мастерская его И просим Рулакова Разбивает эту женщину С веслом Я помню Вот у него огромный И много Вот скажите Вам приходилось Делать так называемый Госзаказ То есть писать портреты вождей Там соцреализм Я не знаю Женщину С веслом Было такое Значит так В какие-то там годы В 70-е Виталий Иванович Тюленив Мой друг Пробил В общем он Там понимаете Там старики В этом В худфонде Заняли вот так вот Все места Вот И брали себе Потрясающие заказы А вся молодежь Ходила нищими Совершенно Вот А Тюленив Пробил Ну с друзьями Со своими Вот Пробил Такую вещь Как Гарантированное Авансирование Вот И молодым художникам Стали давать Хоть какие-то Заказы Вот Оплачивали там Целый год Как бы Ну там Работа Да Давали Как бы Деньги Вот Авансы Да А под конец года Давали работу Вот Значит мы должны были Этой работой Покрыть Вот Расходы на нас Да Ну вот Мне повезло Мне Давали Значит Такие картины Значит Как Вот Былины Сказки Ну потом Производственная тема Но я На заводе работал Поэтому мне это В общем-то Было довольно близко Единственный раз Мне Досталось Владимира Ильича Ленина Значит Пишать портрет Я намучился жутко Почему Дело в том Что Значит Я Не фотогеничного Нет Ну я пишу Довольно Мазисто Вот Ну а там Это было Совершенно Неприемлемо Неприемлемо Надо было Все гладко Ровно И главное Что я пишу Цветно А там Надо было Чтоб Вот от него Такое Белесое Сияние Исходило Я переписывал Раза три И больше не брал Сияние Не получилось Ну слава богу То есть в принципе Вы были свободны В творчестве Да Ну это счастье Наверное Для художника А вот Нет Ну это заказы А так-то На выставках Там и выставляли Что хотим Конечно Вот у меня Вот Я в основном Выставлялся портретами Считался портретистом Портретист Да Хотел спросить Про вашу специализацию Закупки Да Вот музейные Потом Там были Вот Раньше же Частники не покупали Вот Были Закупки музейные Вот Потом Министерство культуры И Дирекция выставок Вот Все эти три организации У меня Купили холсты И в основном портреты Понятно А вот для того Чтобы Вы же академик Ну это Международная академия Да Сейчас таких Академий В общем-то Довольно много Это Моису Международная академия Понятно Я хотела вас спросить Что нужно Для того Чтобы стать академиком Сейчас Знаете У меня вот Часто очень приходят Особенно из Москвы Которые приезжают В гости Московские Они все Члены Каких-то союзов Вот Когда начинаю Перечислять Я просто путаюсь Они все Академики Я не знаю Где они Это звание берут Но вот Наши как-то скромно Я не знаю Как Ну вот Там просто Членство сплошное Везде Огромное количество Каких-то союзов Профессиональных Я не знаю Скажите Вот еще А кого вы любите Из художников Ваш любимый художник Вы как художник Кого из художников Ну вы знаете Из стариков Я очень многих Люблю Вот Ну что Что говорить Ну например Ну из совсем старых Там Рембранд Веласкес Питер Брегель Старший Вот Ну люблю Импрессионистов Очень Вот Кстати По поводу Питера Брегеля У меня Даже Вот Ну вот Здесь вот Я упоминал Рембранд Да Вот в этой песне И А по поводу Питера Брегеля У меня вот Есть какая-то Песенка Если хотите Да Давайте Конечно У него есть Такой холст Притчи о слепых Там слепые Дальзо Другом идут Держатся Видел Художник Старый Сам еще Из юнцов Как человек Усталый Вел за собой Слепцов Каждый Своим Порядком Люди Идут Гуськом С горки Скользя На пятках В горку Пасти Ползком Чтобы Не потеряться В черной Кромешной Мгле Нужно порой Держаться Ближнего На земле Чтобы Не потеряться В черной Кромешной Мгле Нужно порой Держаться Ближнего На земле Платья Одна Пролеха Стерлись Они До дыр Так вот Четыре Века Водит Их Поводы Так и Бредут За властью Голоден Бож Нелеп Слеп Как один К несчастью И Поводы Един Слеп Каждый На этом Свете Тянет Своё Ермо Редко Кому В рассвете Солнечный Луч Бельмо Редко Кому В мгновенье Выделит Как Аванс Слышать Закон Явлений Видеть Бредущих Нас Редко Кому В мгновенье Выделит Как Аванс Слышать Закон Явлений Видеть Бредущих Нас Вот замечательную песню спели. В эфире программа «Барда онлайн». У меня в гостях Александр Георгиевич Тимофеев. О том, что нужно держаться ближнего на земле. Прямо как угадали, я хочу как раз поговорить о семье. Потому что, знаете, считаю, что... Федор Михайлович считал, что красоту спасет мир. Вот просто если не удастся красоте спасти мир, то я считаю, что все-таки крепкая семья может спасти мир. Вот. Я хочу поговорить, я вообще люблю с гостями говорить о семье. Вот расскажите о своих родителях. Просто кто вот они были у вас? А отцы вы уже упоминали. Да. Ну вот отец был слесарь, значит, по ремонту автодвигателей. Вот. А матушка, в общем-то, было четверо детей. Вот. Так что она работала как-то. Ну, не очень часто. Вот. В эту войну, конечно, пришлось ей работать. Вот. Там у нас был колхоз рядом, в Малиновке. Вот она там, в общем, где-то работала. Вот. А отец ходил... Да. Старшая сестра пошла на войну. Ну, она делала там блиндажи и все такое. Была знакома с маршалом Говоровым. Вот. Средняя сестра. У нее был потрясающий голос. Она пошла в театр. Пела «Сильву», кстати, в мускомедии. Не училась? Нет. Не училась тоже. Ну, вы какие-то замородки прямо из вас семейные. Да, да. Вот. И ездила с бригадами на фронт. И иногда попадала вместе с Шульженко пела. Вот. И она мне говорила, «Саша, у меня такой голос, что если я запою, а рядом Шульженко запоет, то ее вообще слышно не будет. А вот почему-то Шульженко там поет вот эти вот песни, вот близкие, так сказать, ну вот, народные такие. Ну, не народные, сейчас они уже народные стали. Платочек синий кисковый, да? Вот. И говорила, тот солдат ее больше любит. Ну, вот. Ну, этот вопрос, я вам хочу сказать, очень много молодых артистов задают до сих пор. Он остается в силе. А вот давайте мы тогда еще о вашей... А брат? Да, брат ушел юнгой на флот и на тральщике служил, был контужен там, все такое. Ну, вот. Так что я там остался один. Вот. Разбрелись все, потому что в блокаду есть нечего было. Я остался один у родителей. Родители уходили, отец на работу, мать на работу. Я целый день сидел вот там, маленький. Вот. Смотрел на дорогу, откуда они должны были вернуться. И ждали. И ждал, да. Да, да. А вот о вашей семье тогда уже, о супруге? Вот. Супруга у меня совершенно гениальная. Да. Она потрясающий график. Она окончила тоже Академию художеств, правда, это театральное отделение. Ну, вот. В прошлом году я сам издал ее графику, альбом. Вот. Мою и Тамарину книжку подарили в русский музей. Оттуда пришло потрясающее. Отзывы, да? Пришли отзывы, да. О Тамариной графике просто отзывается здорово очень. Ну, вот. Ну, вот. Дочка. Да, давайте о вашей знаменитой дочери. Катя Матюшкина. Теперь Матюшкина Катя, да. Вот. Она поступила в так называемый КУЛЁК, институт культуры. Вот. Я читала, что она сначала окончила колледж, по-моему. Она колледж. Колледж режиссуры отделения, да? Да, да, да. Ну, вот. И там встретила, ну, подругу, вот, тоже Катю Акавиту, и они решили... Да, до этого Катя моя очень много оформила книг, как художница. Вот. И в Москве, в общем, в очень крупных издательствах у нее, не знаю, штук 15-20 на книгах. Она училась или получается так, что она училась на режиссеру, а рисовать стала опять... Она же в институте культуры училась, по-моему, на... Медиадизайн у нее. Да, да. Медиадизайн у нее, да, да, да. Да, по-моему, так. Вот. И они решили сами написать, сами оформить. И они три книжки сделали. Это вот книжки «Лапы вверхах». Ага попался, и носки вросли. Вот такие вот книжки. Но там она была только как художник. Нет. Они сами написали и сами оформили. Потому что я знаю, что у нее были, она, книжки-раскраски. У нее серия книжек как художник. Очень много. В общем, там очень много, да. И сказок очень много оформила она. Ну вот. А потом, после этих трех книг, как-то у них не заладились вроде бы отношения. И Катю переманило другое издательство. Вот. И уже в этом издательстве она, я не знаю, книг 10, наверное, сама написала и сама оформила. Вот. И во всех этих книжках, и в тех, и в этих, значит, я вот так поэт присутствую. Как все стихи пишутся на детстве. Ну вот. И, ну, конечно, отзывы всякие. В основном, конечно, восторженные. Особенно от детей восторженные отзывы о ее книгах. Вот. Были такие моменты, когда родители писали, что ребенок с фонариком под одеялом читал книжку всю ночь. Вот. Никогда, говорит, не читал книги. А вот тут вот такая. И вот он стал читать после этого. Ну вот. А взрослые отзываются так. Значит, одна моя приятельница подошла ко мне где-то на концерте и говорит, Шура, читала я внукам твою книжку, то есть книжку Катину. Чушь полная, а дети в восторге. Вот что значит уже не могут взрослые понять вообще простых вещей. Да, это надо оставаться в душе ребенком, чтобы писать детские книжки. Значит, Катя вот просит меня, она мне задает тему. Папа, напиши там про змея Горыныча, напиши про бабу-ягу или там про воробья. Я напишу, она говорит, папа, это не детская песня. И вот остаются такие вот неиспользованные песни. Вот я могу папу песни. Да, давайте, давайте, конечно, конечно. Может, даже не пару. Меня, когда был молодым, боялись власти. Летав, пускай огонь и дым, и страшный пастик. Дыхнешь, бывалычи, огнем, спалишь деревну. К тебе с поклоном и веном ведут царевну. Летал я, как метеорит под самой тучей. Теперь не тот радикулит меня замучит. И не боятся уж меня, зовут злодеем. И кто не попадя к лене, плюет на змея меня. Когда был молодым, боялись власти. Летал пускай огонь и дым, и страшный пастик. Дыхнешь, бывалычи, огнем, спалишь деревню. К тебе с поклоном и веном ведут царевну. Вот мне интересно, знаете, что вот если бы вы написали эту песню в советское время, и тогда, когда литовали тексты, надо было утверждать, там же во всем чудилось. А что вы имели в виду? Еще что-нибудь споете? Еще одна непрекаянная песня. Шел по крыше воробей, Впевал простой мотивчик. Я счастливчик, я счастливчик, я счастливчик, воробей. Я счастливчик, я счастливчик, я счастливчик, воробей. Светик греет, солнце плошка, И не точит когти кошка. Поживем еще немножко, я счастливчик, воробей. Поживем еще немножко, я счастливчик, воробей. А умру в пустой подклете, так никто и не заметит. Я один на белом свете, я счастливчик, воробей. Я один на белом свете, я счастливчик, воробей. Шел по крыше воробей, Впевал простой мотивчик. Я счастливчик, я счастливчик, я счастливчик, воробей. Я счастливчик, я счастливчик, я счастливчик, воробей. Замечательно. Может быть, еще какую-нибудь песенку. Свою я песни сам собой дружу. Вот над лесом стала бледная луна, Как под океялом в облаках она. Весело, весело, весело езжу. Захочу, гуляю, захочу, бежу. Весело живется, лежит у мрачи. Никто не отзовется, сколько ни кричи. Весело, весело, весело езжу. Пусть все остается, а я не скажу. Замечательные песни. Замечательно. Просто жалко, что в книжках нельзя музыкально... Там просто стихи... Есть нота, да? Есть нота. Вот если бы еще... Она открывалась, та книжка, а там, да, вот, и вашим голосом. В эфире программа Барда онлайн. У меня в гостях Александр Георгиевич Тимофеев. Александр Георгиевич, вот всегда, благо, интернет есть, всегда отправляюсь туда, перед тем, как гость ко мне придет. Знаете, что я нашла там? Я нашла, во-первых, ваш гороскоп, составленный тщательно, подробно, и на сайте, который, значит, так, гороскопы VIP-персон. То есть вы VIP-персона. И там, значит, вот подробно, 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 кто вы, вы же скорпионы, и там вот все это... Вот скажите, вы знаете, что такое, такой гороскоп есть, составленный? Нет, я не знаю. Вот я вам даже могу потом подсказать, на каком сайте. А вот вы вообще к гороскопам как относитесь? Ну, я не знаю. Вот пока вы мне не сказали, что на меня гороскоп составленный, я никак не относился к этому. То есть не интересуйтесь обычно там вот в газетке, знаете, бывает там гороскоп на сегодня, не ходите туда, на вас, не знаю, сосулька упадет. Вы знаете, вот мой гороскоп такой. Я считаю, что моя лучшая песня еще не написана, и лучшая картина еще тоже не написана. Вот этим я и живу. Вот у меня такой гороскоп. Ну и правильно. А вот еще нашла в интернете, значит, есть ваш тезка абсолютная причем, Александр Георгиевич Тимофеев. Причем человек очень известный, живший в Санкт-Петербурге в 19 веке, рожденный в 1864 году. И он приват-доцент Санкт-Петербургского университета, юрист, много книг написал по уголовному праву. Он, кстати, на кафедре уголовного права в нашем университете был. Вы знаете, что у вас такой вот просто ваш тезка полный? Может быть, он родственник ваш? Нет? Не имеет к вам? Вот я не знаю. Вряд ли родственник, потому что я... Не люблю вот... Уголовное право. Я вас понимаю. Вот. Но вот такой... И тоже это... Понимаете, во-первых, вы, значит, в вип-персонах периодически... Ну, нет, это приятно всегда. Я всегда радуюсь и за наших, и за петербуржцев. И, значит, вот Александр... Есть Александр Георгиевич Тимофеев. Прям вот наш тоже Петербурж-женец. Еще о чем хочу... Просто в этом блоке хочу о разном так перекинуться. Сегодня... Ну, сегодня вербное воскресенье. Вот. И сегодня еще такой, знаете, светский праздник, международный день цирка. Как вы относитесь к цирку? И давно ли были вы в цирке? Вот. В цирке я был с внучкой лет пять тому назад. А вот про внучку-то вы ничего не рассказали? Вы не дошли-то? Вот про Катю, Матюшкину... Отличательная внучка. Значит, она сейчас учится в третьем классе уже. Какие у нее способности проявляются? Она ходит на театральную студию и рисовальную студию. Вот. И был конкурс по району, там, где мы живем. Вот. И там были представлены все студии районные. И вот. И моя внучка заняла первое место на конкурсе. Ну, у нее уже... Ей уже просто деваться нет. Деваться нет, конечно. Семья вся художников. И ей уже это самое... Мне кажется, только уже все тебе... Да. Внучку зовут Настенька. Настенька. Настенька Матюшкина, да. Так. Значит, вы с Настенькой ходили в цирк? Ходил в цирк, да. Ходил. Кому было интереснее? Вам или Настеньке в цирке? Настеньке интереснее было. Да. Ну, она... Ей было еще немного лет. Вот. Может быть, она даже и не помнит эту ситуацию. Вот. Почему-то после цирка она плакала. А в цирке интересно было. После цирка плакала? После. Когда мы домой шли, она плакала. А я вот когда с племянником ходила, было ему, по-моему, года четыре, он так прям там расплакался. Вот он и все, и ему... И я пришлось уйти. Мне-то причем было как-то весело. И да, потрясение было. Ну, не знаю. Вот мне-то было как-то весело. Там кони... Я не помню, что вот... Ну, животные тогда были. Он так вот расплакался, что мы на этом посещении цирка, потом закончилось все. Он вспоминать не хочет. Вот. Так, ищу песню с вас. Я смотрю просто на часы, у нас уже не так много времени, а мне... Ну, давайте я свою главную, которую сейчас уже все распевают, кто когда-либо слышал меня на концерте. А мы еще посмотрим, может быть, еще одну успеем испеть. Была бы на свете большая река, как долгое лето, И пусть бы река Называлась окна, Но только не лето, И лодку достать бы, И плыть бы на ней В воле течении, И так начерпать До конца своих дней Себе впечатлений. Ну, а река Из-за река Катит родиться. Нужно и спить, Можно уйдеть, Можно умыться. Жизнь не такой, Самый простой, Жили лишь боги. Сон золотой, Берег крутой, Берег погони. И плыли б навстречу Ее берега Так слазочно-постой, Деревни, деревни, Луга и стога, Кресты на погостах, И плыли бы звуки Родные до слез Над гладью стекольной, И стрекот стрекоз, И дыхание гроз, И звон колокольный. Ну, а река Из-за река Катит родиться. Нужно и спить, Можно уйдеть, Можно улыбаться. Жизнь не такой, Самый простой, Жили лишь боги. Сон золотой, Берег крутой, Берег погони. Тянули б певцов У реки мужики Сальсою тараники, Стелили б дымки Вдоль широкой реки В субботние баньки. И голые бабы Бежали к реке, Мотая в тяне, И бросили все Рыбаки на окне Следить за снастями. Без-за река Без-за река Без-за река Катит родиться. Нужно и спить, Нужно улыбаться, Нужно улыбаться. Жизнью такой, Самый простой, Жили лишь боги. Сон золотой, Берег крутой, Берег холодий. Так в воду Глядеться бы Мне дураку И плыть долго-долго, Проплыть бы окун И приплыть бы в реку С названием Вода. И плыть как в тюрьму Облака века И думать упрямо, Что где-то еще Есть большая река С названием Камо. Ребята из-за река Как их родить. Нужно и спить, Нужно улыбаться, Нужно улыбаться. Жизнь не такая, Самый простой, Жили лишь боги. Сон золотой, Берег крутой, Берег холодий. Сон золотой, Берег крутой, Берег холодий. Вот замечательная песня для финала. У нас остается буквально 30 секунд. Александр Георгиевич, Спасибо огромное за то, Что пришли. Я надеюсь, Скоро же будет отмечать Клуб Восток 50-летие В декабре, Вы планируете что-то Такое специальное сделать Для 50-летия. Может быть, Мы еще встретимся На такой большой программе. Потом у меня еще есть идея. Вот ваши портреты. Вот здесь видите, У нас экран. И если вы разрешите, Например, Если у вас есть в цифровом виде Портреты Барда, То мы можем Здесь вот запускать Во время эфира Каждого выпуска Программы Бардон. Пожалуйста. Было бы, Мне кажется, Интересно. И такая реклама у вас. Уважаемые телезрители, Спасибо вам огромное. До новых встреч. До воскресенья. Субтитры создавал DimaTorzok